Временно исполняющий полномочия главы Самары Иван Носков встретился с жителями города, которые оставляли свои обращения в социальных сетях. Андрей Башмаков ранее обратился к руководителю города и рассказал, что на пересечении улиц Старозагора и Гастелло провели ремонт теплосетей, но дорожное покрытие затем восстановили некачественно. Прямо на перекрестке был сделан некачественный асфальт. И он буквально за полдня уже появились проплешины, посыпалась крошка. Глава все зафиксировал. Я думаю, что проблема будет устранена. Может быть, не прямо сейчас, но надежда появилась. Руководитель Самары Иван Носков отметил, что городом принято решение не закрывать ордера всем компаниям, которые не провели должным образом благоустройство. Те же самые ресурсные компании, они тратят полноценно на это деньги, но подрядчик, который работает, не всегда качественно делает свою работу. Будем бить рублем, будем штрафовать, будем наказывать и призывать к порядку. Радует, что понимание практически со всеми ресурсно-снабжающих организаций в этом есть. Руководители понимают, что за собой нужно оставлять чисто, красиво, аккуратно. Будем сейчас эту работу вести планово. Здесь жителей призываем тоже об этом сигнализировать. Претензии к подрядчику возникли и у жителей дома 52 на улице Димитрово. Здесь было сделано внутриквартальное благоустройство, но жители не приняли работы. У жителей возникли вопросы по качеству благоустройства, по асфальтовому покрытию, по технологии. Соответственно, ненормативные скаты, подходы к социальным учреждениям – это к детской поликлинике и школе номер 157. Временно исполняющий полномочия главы Самары Иван Носков отметил активность местных жителей и согласился с их претензиями к подрядчику. Действительно, парковка сделана холодным асфальтом остывшим. Молодцы, что не приняли эти работы. Подрядчик будет это устранять и тоже это не отрицает. Были замечания к исполнению самой конструкции тротуара, что действительно надо переделать. Потому что по нормативу все сделано правильно, но из жизни получается, что коляска скатывается на дорогу. И как раз из опыта люди подсказали, как лучше сделать, и подрядчик это будет переделывать. А вот у Татьяны Куркиной вопрос об установке светофора на пересечении улиц Советской армии Майкопской. Чтобы перейти интенсивную проезжую часть, приходится делать крюк почти километр до ближайшего пешеходного перехода. На другой стороне улицы школа. Дети и взрослые каждый день нарушают правила, пытаются перебежать через дорогу, рискуя собственными жизнями. Кроме того, здесь еще находится поликлиника, почта, детский садик. Очень много людей перебегают, бабушки перебегают, бегут в поликлинику на почту платить свои квитанции. Мамочки с малышами в детский сад. То есть в основном утром, вечером, ну в обед, когда вот мы забираем, допустим, начальную школу. Временно исполняющий полномочия главы Самары Иван Носков согласился, что светофор на перекрестке необходим. Однозначно там нужен светофор. Там есть, конечно, моменты, связанные с нормативами, состояние между светофорами, но мы этот вопрос выносим на ближайшую комиссию по безопасности движения, на которой будем принимать решение. Уверен, что ГИБДД нас в этом поддержит. Если на комиссии будет принято положительное решение, светофор появится в первом полугодии следующего года. А пока жителей просят не подавать плохой пример детям и переходить дорогу только в положенном месте по светофору или пешеходному переходу. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, События.